Девушки отдыхают Девушки отдыхают О, и есть другие ценности жизни Не так здорово Но на самом деле Наша личная история с Богом Начинается с момента покаяния Это так Но история церкви Началась намного раньше Она начинается И это описано в Библии С момента, когда сошел Святой Дух На учеников, которые находились В Иерусалиме Но на протяжении двух тысяч лет Церковь развивалась Росла Много, много Миллионов людей Присоединялось к вере в Иисуса Христа И при этом Было также немало темных Сезонов, периодов Когда было много гонений Много крови Крови праведников Мучеников, которые отдавали Свою жизнь и оставались Верными Иисусу Христу И находили в себе Эту силу Отказаться от всех привилегий И идти за Иисусом И они платили цену Чтобы донести Евангелие До нас До нашего поколения Следование за Христом Никогда и ни для кого Не было легкой прогулкой Но Писание учит нас Что мы должны взирать На кончину тех Кто прожил до нас И подражать их вере Значит, есть что-то особенное В том, как они жили Как они поступали и верили И что необходимо нам Перенять И чему научиться Я хочу взять два текста Из Священного Писания В основании И потом мы просто посмотрим На жизнь этого человека Еще одна из причин Почему я принял решение Что я буду рассказывать Об этом человеке И расскажу его биографию И извлечем несколько уроков Потому что как раз В эти дни Весь славянский Христианский мир Церкви, которые Проводят свои богослужения На русском языке По всему лицу земли Они отмечают Столетие со дня Приезда Ивана Ефимовича Воронаева В Советский Союз Как раз в начале сентября Вот именно Сто лет тому назад Он начал служить Я чуть позже Об этом расскажу Но в наших церквях Сегодня мы вспоминаем Мы глядываемся назад И мы с благодарностью Относимся к отцам Тем, которые были до нас Которые своей жизнью Показали нам пример веры И передали нам Евангелие Итак, два текста Евреям 13 глава 7 стих Поминайте наставников ваших Которые проповедовали вам Слово Божие И взирая на кончину их жизни Подражайте вере их Второй текст Розакония 8 глава 2 стих И помни весь путь Который вел тебя Господь Бог твой По пустыне вот уже 40 лет Чтобы смирить тебя Чтобы испытать тебя И узнать, что сердце твоем Будешь ли хранить заповеди его Или нет Важнейшая тема, которая здесь заложена Это преемственность поколений Это передача того откровения Которое Бог дал нашим отцам Передача нам А мы в свою очередь Передаем следующему поколению И таким образом Вот это богатство славы Божьей Оно увеличивается с каждым поколением Вы знаете История Ивана Ефимовича Это история Обыкновенного парня Обыкновенного человека Который родился Родился в Оренбургской губернии В 19 веке В конце 19 века В 1885 году И который На определенном жизненном пути Встретил Иисуса Посвятил ему свою жизнь Своё сердце А потом Господь Через некоторое время Подкорректировал его богословие Крестив его святым духом И позвал его Позвал его Чтобы он вернулся в Советский Союз Потому что он в то время Жил в другой стране И он в послушании Приехал И Следующих 17 лет 16 даже лет Посвятил Служению Здесь На нашей территории Ну Здесь В Советском Союзе Бывшем Основал Тысячи церквей И Закончил жизнь Недалеко отсюда В Красноярском крае В Мариинске В лагере Его расстреляли 7 ноября 1937 года Расстреляли за веру В Иисуса Христа Но Семена Которые были посеяны Но Та страсть и любовь Тот огонь И та благая весть Которую Он проповедовал Она Захватила Сотни тысяч людей И И евангельская церковь Продолжала Расти И Никакие гонения Никакой Огонь Инквизиции Еще в те годы Не мог остановить Божьего плана Почему я говорю об этом? Потому что Когда я думаю о себе Или Или о ком-нибудь из нас Я думаю Так мы простые люди И апостол Павел Говорит Что немного из вас Знатных То есть мы все Обычные простые люди И Бог просто Вмешивается в нашу Обычную жизнь Предлагая нам Другую судьбу Предлагая нам Чтобы мы начали С ним Сотрудничать И он хочет С нами в партнерстве Что-то сделать И достичь Мой любимый вопрос На день рождения Который я задаю Всегда имениннику О чем ты мечтаешь? О чем ты мечтаешь? Знаете, как приятно мне было Буквально Месяц назад Наверное, чуть больше Среди тех детей Которые с нами сейчас В нашем детском доме Или в нашей семье Мы не говорим Детский дом То есть в нашей семье Да, то есть Чтобы они чувствовали Что это семья Был мальчик Который праздновал 16 лет Есть этот мальчик Сейчас Год назад он пришел Я его взял с собой в машину И когда мы путешествовали Одну ночь Мы не могли уснуть Ни я, ни он И мы остались в машине И я сказал Слушай, а что-то мне спать не хочется И он говорит И мне не хочется Это первые дни Когда мы только познакомились И я говорю Слушай, а может быть Это вечер будет Вечер секретов А у тебя есть секреты? И он поднялся Сел Вдруг стал таким взрослым-взрослым Ему тогда было 15 Таким серьезным-серьезным И сказал У меня есть такие секреты Которые я никогда Никому не открывал И тот вечер Эта ночь Была ночью исповедей Покаяния И очищения И благословения И исцеления Потому что там были Глубокие Глубочайшие раны А вот Совсем недавно Мы празднуем Его день рождения И я задаю свой Традиционный вопрос Уже привычный для всех Скажи, пожалуйста О чем ты мечтаешь? И в ответ Я слышу слово Которое просто касается меня Он так смотрит на меня Говорит, если честно Я пастырем хочу быть Я говорю, серьезно? Ты знаешь? Он говорит, я правда хочу быть пастырем И такие слезки в глазах Это так меня вдохновило Знаете, интересно Недавно я общался с одним из служителей Того региона, где огромные церкви Церковь по полторы, по две тысячи Там две трети села христиане Большущие церкви Такие регионы Прямо в каждом селе Здания церковные Большие церкви И этот служитель говорит У нас сейчас непопулярно Ездить на миссию Сейчас этой ценности нету И я подумал Нам нужно что-то менять Нам нужно что-то делать Потому что на самом деле Бог-то продолжает Смотреть на тысячи, миллионы людей Которые не спасенные И ищет человека Который бы сказал Богу да Просто в послушании Без своих условий Без каких-то своих там представлений Сказал бы Богу да И Бог необыкновенным образом Будет сотрудничать С этим человеком Знаете, почему люди не хотят Идти на миссию? Знаете, почему так сложно И в те времена, и сейчас Чтобы люди оставили И пошли за Иисусом И проповедовали Евангелие? Одна из причин Потому что они рассчитывают Считают У них есть свое понимание Как жить А здесь вообще неизвестность Ты как будто бы выходишь Куда-то, не зная куда Ты как Петр тогда Из лодки выходишь И кто знает Удержит тебя туда или нет Но ты слышишь Голос того, кто там Вот чуть-чуть дальше Это Иисус Он говорит, иди А тут так страшно Куда идти? Как идти? Кто до меня ходил? Зачем идти? Почему это? Столько вопросов! И многие просто на этом этапе остаются Они слышат призыв Божий Но они не говорят Вот я, Господь Пошли меня И я иду А вот этот вопрос к тебе Понятно, что сегодня только у Татьяны День рождения Но А если бы фактически Спросить у тебя О чем ты мечтаешь? Каковы твои мечты? Знаете, почему это важно? Потому что каковы мысли в сердце человека Такой ведь человек Какие мечты? На что ты фокусируешь внимание свое? Так ты будешь и жить К тому ты будешь стремиться Там будут твои деньги Там будет твое время Туда ты повернешь все, что есть у тебя И ты будешь оценивать По факту Что ты достиг Исходя из тех целей Которые ты ставишь Я говорю это с одной Целью Чтобы сказать, что Бог Хочет Чтобы хоть у кого-то Кто слышит меня сейчас Что-то взорвалось внутри Очень сильное Вы могли сказать Господи А мои мечты Да будут такими, как Твои мечты Я хочу Я вижу это в Библии И я хочу повернуть себя к тому Чтобы проповедовать Евангелие Я хочу идти и нести благую весть Я хочу стать ловцом человеков Помните, Иисус как говорил Он взял учеников Простых мужиков Рыбаков Подошел к ним И он позвал их Что они сделали? Они тут сети починивали Они смотрят на него Он говорит Оставь Пойдем со мной Пойдем со мной Я представляю себе Как Петр с Андреем Переглянулись И бросили эти сети Не слышно Просто упали на траву Но вот этот поступок Они оставили Повернулись И сказали Мы пойдем А что он им сказал? Он сказал Я сделаю вас ловцами человеков Я сделаю из вас людей Которые будут сфокусированы на том Чтобы нести Евангелие Другим людям И сделал Мы сегодня все знаем И о Петре И об Андрее И о других учениках Он пришел в жизнь Авраама Он сказал Ты радующийся отец Я поменяю У меня акценты другие Ты будешь радоваться Не только об одном сыне Я хочу чтобы это Чтобы это транслировалось Умножилось Масштабировалось На большое количество Судеб и людей Твое отцовское сердце Я хочу расширить И я сделаю тебя Отцом множества Поэтому отныне Пусть имя тебе будет Не отец радующийся Торжествующий отец А Авраам Отец большого количества людей Скажите кто-нибудь Слышит меня или нет? Если здесь хоть кто-то Кто бы мог сказать Господи вот я Я тоже хочу исполнить Твою волю И мои мечты Не связаны только с тем Чтобы построить дом Там устроиться на хорошую работу Жить тихо Спокойно Ездить отдыхать Я не против всего этого Но я хочу сказать Что Бог сегодня Ищет людей Простых Мужчин и женщин Парней и девушек Он здесь среди нас Дух Святой Дает тебе чувствование Он здесь среди нас Мне было 15 лет Когда в церкви нашей Начали говорить о России Я жил недалеко от Польши Западная Украина Там где называют Бандеры Да То есть как здесь называют Хотя я там не встретил Ни одного Бандера Но по факту То что я Услышал в церкви Очень сильно повлияло На меня тогда Наша церковь молилась О Чукчах Киргизах Коряках И Алиутах Четыре нации И национальности И все внутри у меня взрывалось И я говорил Я поеду в Россию И я хочу посвятить свою жизнь Служению Другим людям Которые не знают о Боге И о Божьей любви Вернемся к Ивану Ефимовичу Детство он провел в любви Его отец и мама Имя его отца Петр Мама Ольга Были неграмотными людьми Но не бедными Они владели землями Синокосами Стадами овец Коров И у них было немало лошадей Кроме Никиты Потому что его имя настоящее Было Никита Петрович Черкасов Это интересная история Просто послушайте Я вам расскажу об этом Интересно еще знаете почему Потому что когда я Думаю об этом Я думаю Как это так В таких каких-то вещах Где здесь Бог А Бог берет вот эти такие Простые вещи И так удивительно Благословляет И через этого человека Через смирение и послушание Его Делает свою работу И так Они жили дружно И вместе И любили друг друга У них было Кроме Никиты Еще пять старших сыновей Было у него У отца Или братьев старших Да И четыре дочери Всего десять детей Когда он окончил школу Он начал служить переписчиком У станичного атамана И потом три года работал писарем И это помогло ему Он в будущем станет писать Много статей об Иисусе О церкви О покаянии О жизни с Богом Но в 1905 году Началась русско-японская война Всех братьев Никиты призвали в армию И как тогда было популярно Говорить за веру За царя И за отечество Они сложили свои головы На этой земле Из пяти братьев Не вернулся домой Ни один Никита остался единственным сыном У родителей И понятно, что родители были готовы Сделать для него все Чтобы его судьба Была благословенной Таким образом В 1907 году Родители понимали, что Судьба офицера Сложится, по всей видимости, хорошо И они Позаботились о том Чтобы он смог поступить В определенное училище Военное училище И это училище Находилось Рядышком возле Ташкента В Кизермесе Он был взят на службу В эту канцелярию Которая была там Но вот весной Буквально через несколько месяцев Когда он поступил учиться Один из студентов Который был рядом с ним Пригласил его Прийти в церковь В воскресенье Никита сказал Я не особо интересуюсь Религией И я не хочу То есть у нас там есть В Оренбургской губернии Тоже церкви Я не хочу тратить время На это Но этот студент Настаивал И сказал Ты придешь в такую церковь В которой ты еще никогда не был Это другая церковь Это евангельская церковь Таким образом он согласился И когда он пришел Он оказался на собрании Баптистов В Ташкенте Слово его зацепило Атмосфера коснулась Бог коснулся его И он вернулся снова И снова И снова Через несколько месяцев Когда он Каждое воскресенье Посещал церковь Он в один день Принял решение Что Иисус Христос Станет жить в его сердце И он посвятил себя Господу Ему было всего 22 года Когда он пережил Рождение свыше Он стал живым христианином И очень скоро Он принял Водное крещение В этой же церкви Еще несколько месяцев Находясь в церкви Он созревал к тому Что он не чувствует Что его призвание Стать офицером И вот однажды В один день Он пришел К человеку К полковнику Который был ответственный За весь этот процесс Обучение К начальнику училища И рассказал ему Что он не связывает Свою жизнь С офицерским званием Долго кричал на него Полковник Гурьев Говорит в своей книге Историк Владимир Франчук Требовал остаться Отказаться от веры И продолжить учиться Но молодой курсант Остался непоколебим Тогда полковник Дал распоряжение Чтобы его арестовали И посадили на гаобвахту Это тюремная война Что они сделали И стали готовить Военно-полевой суд Статья обвинения Была серьезная Его лишили бы Всех прав, званий И отправили бы На каторжные работы Трудно сказать Как бы сложилась Жизнь нашего молодого брата Но у Господа Был свой план Это так мне нравится Вот ты живешь, живешь, живешь Трудишься Мне кажется, все так сложно Денег не хватает Но у Господа Есть план И Никита заболел И неудивительно Потому что 4 месяца Он просидел в тюрьме В ожидании суда В камере было очень сыро И холодно Он простыл Очень плохо себя чувствовал И вот в один день Ему разрешили Или приняли решение Что его нужно перевезти В госпиталь Пришли конвойные Его вывели Но, как это бывает У срочных солдат Они встретились Между собой конвойные Начали общаться Говорить Они вели его Встретились земляки Стали вспоминать Общих знакомых И настолько сильно увлеклись Этим общением Друг с другом И этим же самым Образом Они конвойные Или в это же самое время Они ведут Этого парня И вдруг Никита Слышит голос Внутри себя Беги Он оглянулся Подумал, что кто-то Ему сказал об этом Но не было никого рядом И он через минуту Снова слышит голос Беги Он еще раз оглянулся Ему стало страшно И тогда он услышал Еще раз этот голос И еще одно слово Немедленно беги И он понял Что это Бог Говорящий ему И не осознавая о реальности Не думая о последствиях Но веря в то, что это Бог Он просто сорвался И побежал Конвойные Через какое-то время Спохватились Никто за ним не погнался Он пришел к братьям своим К баптистам Они приняли его Пришел ночью Тихо Приняли его И Они Не выдали Укрыли Но было понятно Что ему нельзя Оставаться здесь Потому что Теперь Еще и дезертирство Ему Припишут И наверняка Приговорят К высшей мере Наказания Братья сказали ему Уезжай Но Он не торопился Они отправили его В соседний город В Ашхабад Для того, чтобы Как-то его скрыть Но он все равно Приезжал В Ташкент И не торопился Он уезжать По причине того Что там В Ташкентской церкви Он встретил девушку По имени Екатерина Добрая Жизнерадостная Скромная Она стала для него Тем особенным человеком Который согласился Пройти этот Непростой Жизненный путь Вместе с ним Они вместе Принимали водное Крещение В один день Она родилась И выросла В Башкирии Недалеко от Уфы Ее отец Был машинистом Паровоза Опять простая семья Обычные Трудящиеся люди Потом семья Переехала В Среднюю Азию И когда она Подросла Ее послали Учиться в Ташкент На медсестру Там же Она пришла В церковь Приняла Иисуса И стала членом Ташкентской церкви Через какое-то время Они решили Что они станут Мужем И женой Никита не мог Уехать сам Он полюбил ее Он видел в ней Свою помощницу И в один день Их обвенчали И сказали А теперь Уезжайте Но и здесь Он не мог уехать Как уехать? Когда у тебя нет паспорта Когда человек поступал На службу У него не было никаких документов И вот здесь Один из братьев Баптистов Отдал ему Свой паспорт В этом паспорте Было имя Иван Ефимович Воропаев Но для большей конспирации Они изменили Букву П На Н И таким образом Вместо Никиты Петровича Черкасова На свет появился Иван Ефимович Воронаев Если вы откроете Википедию То он таки вошел В историю Евангельского движения Стран бывшего Советского Союза И через него Бог сделал Необыкновенное дело А вот такие моменты Это был 1908 год Когда он взял этот паспорт Он уехал Догадайтесь куда он уехал Дорогие сибиряки Он приехал в Новосибирск Он приехал сюда По этим улицам ходил Я представляю себе Как он молился Как он мечтал Здесь на улице Каменской Недалеко от нашего офиса Есть баптистский дом И он был баптистом тогда И скорее всего Он там с братьями молился Ревновал о том Чтобы многие люди Приняли Иисуса Христа Он жил в Новосибирске Красноярске Иркутске И во всех этих городах Где бы он ни был Он проповедовал Евангелие Проповедовал очень ревностно В Иркутске Он Также недалеко от Иркутска Организовал общину Это в Слюдянке На Байкале И также на На станции Зима Организовал церковь И вот там В Иркутске Родилась их первая дочь Вера Хочу сказать Что у них было Семеро детей Вера В семнадцать лет ушла Она умерла в Одессе И Иван Ефимович Приедет с лагеря Когда его отпустят Это короткий срок На могилу к Вере Я чуть позже Об этом расскажу Но После того Когда родилась Вера Они отправились В Благовещенск Где он Также служил И И там Начинались гонения И он Переехал Жить В Китай Вместе Со своей Женой И дочерью Первое качество Которое я хочу Выделить Иван Ефимович Был неутомимым Проповедником Евангелия Самое главное В его жизни Было Передать ту любовь Которую он Испытывал к Богу Он сильно любил Бога Его глаза Были наполнены Этой страстью Любовью Любовью к Богу Любовью к людям И он Хотел Передать Эту благою весть Евангелия благодати Как можно Большему Количеству людей Римлянам Один шестнадцать Сказано так Апостол Павел Скажет позже Я не стыжусь Благовествования Христова Потому что Оно есть Сила Божия Ко спасению Всякому верующему Я не стыжусь Потому что Евангелие Это сила Божия Скажите пожалуйста У вас было так Когда вы проповедуете И вы понимаете Что у этого человека Есть проблема Проблема со здоровьем Например И у вас такая мысль Приходит от Духа Святого Помолись Об этом человеке Помолись Он не верующий Еще он просто Смотрит на вас Слушает вас Внимательно Если вы Повинуетесь Голосу Божьему И молитесь о нем Обычно В таких случаях Люди получают Исцеление У меня множество Таких примеров Когда я просто Молюсь за человека Кратко Буквально Буквально Одну минуту Прошу Господь Коснись Его И сила Божья Сходит на человека Чудеса и знамения Они сопровождают Тех Кто несет Евангелие В Китае В Маньчжурии В Харбине Он проповедовал Евангелие Там у них Родился Сын Павел И Там тоже Подняли Гонение И через Некоторое время Он Вместе с женой И с двумя детками Они уехали В Соединенные Штаты Америки В 1912 году То есть 4 года Они жили в Сибири И в Китае В 1912 году Они приехали жить В Сан-Франциско В Сан-Франциско Была небольшая группа Русскоговорящих людей Которые верили в Иисуса Он тут же присоединился к ним У них была семинария Также Он пошел в эту семинарию Учиться И через несколько лет Он был Рукоположен На служение Потому что там Движение Божие Братства было больше Чем на нашей территории Он жил в Сиэтле Он жил Также В Нью-Йорке И В Соединенных Штатах У них Родилось Три сына Три мальчика Александр Петр И Иван Но Однако же В Нью-Йорке Когда он основал церковь И потом вторую церковь Через короткое время Он Обратил Внимание на то Что Его дочь очень изменилась Она была подростком И была Непослушным подростком От постоянных переездов У ребенка был Какой-то Вот Вызов против всего этого И он пытался справиться С этим С женой Но потом Какая-то перемена Она стала совсем другой И Он узнал Что одна из подружек С которой Дружит Его вера Она ходит На собрание Пятидесятников Людей Которые крещены Святым Духом И она Пригласила веру И вера пережила Этот опыт И стала говорить На иных языках Мама Пошла для того Чтобы проверить Что это такое И Дух Святой Сошел на маму И вот теперь Мама И дочь Дома Говорят на иных языках Он противился сразу Он говорил Это же было когда-то Это же не должно быть сейчас Это же когда-то было Но в конечном счете Они сказали Пойди и посмотри Пойдем вместе И вот однажды В один день Он пришел Чтобы оценить все Баптистский служитель Баптистский пастор И Дух Святой Сошел на него И он заговорил На иных языках Будучи крещеным Святым Духом Сразу после этого Он был очень честным Со своей церковью Он рассказал обо всем Он рассказал всем братьям Он сказал У меня было такое переживание Это есть в Библии Я теперь не могу Без этого Я верю в крещение Святым Духом А сразу после этого Он Отошел в сторону От служения И Дух Святой Позвал его Вернуться В ту землю Откуда он вышел Но это было Уже в девятнадцатом году Два года После революции И после революции Совсем другая страна Другое правление И другие нравы И законы И все Которые знали его Отговаривали его И говорили Не вздумай Не вздумай И вот второе качество Которое я хочу Чтобы мы взяли И увидели У Ивана Ефимовича Это послушание Призыву Он сказал Господи вот я Пошли меня Я пойду Он добрался Взяв с собой Жену И детей Он добрался В Нью-Йорке У них тоже мальчик родился То есть у них было Пятеро детей Пять детей своих Жену И еще помощника Взял с собой Колтовича И он добрался До Турции До Стамбула В девятнадцатом году Или в двадцатом Точнее году Уже думая Надеясь о том Что он оттуда Сможет добраться До Одессы Но в Стамбуле Была очень Неспокойная ситуация И там была блокада И ни один корабль Не двигался В сторону Советского Союза Таким образом Он прожил там Три месяца Потом он Переехал в Болгарию И в Болгарии Он остановился Еще на девять месяцев Общей сложности Целый год Он добирался До Советского Союза И в Болгарии За эти девять месяцев Он как бы Он вроде едет дальше Но он основал Восемнадцать церквей Вы можете представить себе Это две церкви Каждый месяц По две церкви И до сегодняшнего дня Тут недавно я общался С одним человеком Он говорит Я в Болгарии Посещал церкви Которые существуют Которые Иван Ефимович Основал Еще тогда В двадцатом году И вот наконец-то 12 августа 1921 года На пароходе Который вез русских беженцев Из Болгарии Иван Варонаев Прибыл в Одессу Хочу сказать Что его сразу заключили В тюрьму На несколько недель Для того Чтобы проверить его Его семью С какой целью Как и что И вот через несколько недель В начале сентября Его отпускают И начинается Его служение Это служение продлилось До 1930 года В тридцатом году В рождественскую ночь С 6 на 7 января Только вдумайтесь Какая должна была бы быть Демоническая Бесовская изобретательность Чтобы в ночь Рождественскую ночь С 6 на 7 января Взять и арестовать Всех епископов Пасторов И диаконов Всех церквей По всему месту К тому времени У них было Более 500 церквей Всего 9 лет Более 500 церквей Был основан Союз евангельских церквей И более 25 тысяч Членов церкви Это называется Взрывной рост Люди шли к Богу Люди жаждали Бога Люди искали Бога Люди хотели слышать о Боге Люди читали Библию Единственный чемодан Который ему удалось привезти Это был чемодан с Библиями Все остальное у него Как-то разошлось И он смог Этот сундук Привезти в Одессу И там были Библии И он раздавал их Эти книги Людям, которые каялись Очень быстро они закончились Конечно И вот 30-й год Начинается время топоров Это сезон целый Так назвали историки Это время Когда летели церкви Когда рушили здания Купола Когда сажали братьев и сестер Когда обезглавили Все евангельские церкви В один день И потом на место них Сестры стали Поэтому сестры Диагонисы В евангельских церквях Это в те годы Было нормально Потому что братья Сидели в тюрьмах Сохранился протокол Суда Судилище На самом деле Потому что Там было всего Три чекиста Которые В сентябре В Харькове Это была столица Украины И тогда Они собрались И они судили Ивана Ефимовича И не только его Еще и других Христиан И братьев Интересно Что В этом постановлении Мы читаем Постановление Тройки В этом постановлении Там На том Судилище Не было Ни адвокатов Ни защитников Слушайте Что там говорить Не было даже Самих подсудимых Просто Три человека Собрались И Порешали Порешали Судьбу Христиан И Это Называлось ГПУ По обвинению Граждан И Они На этом постановлении Или на этом Суде Постановили Вороная Ивана Ефимовича Заключить В концлагерь Сроком На 8 лет В концлагерь 1930 Год А мы то думали Что концлагерь Придумал Гитлер Оказывается Концлагеря Были придуманы Еще до Гитлера В Советском Союзе В период Сталина И Троцкого Здесь были Концлагеря И Иван Ефимович Был отправен В коме СССР И отбывал Свой срок В Оркуте В то время В Оркуте Считали Один день За два Потому что Очень суровые условия Климат Сложно жить Трудно было И в общей сложности В 1936 году Его отпускают Как-то там Расчеты сделали Отпускают Насмешливо Всего на три месяца И отправляют В ссылку В Калугу И отпускают Его жену Екатерину Тоже посадили В общей сложности Она 25 лет Отбыла В колонии За Слово Божие У них в Одессе Родилось еще Два Ребеночка Но вот когда Он был в Калуге На поселении Ему удалось Приехать в Одессу Тайком Чтобы никто не знал Все его сердце Рвалось к церкви Церковь была рассеяна Она была гонима Не было у них здания Своего Потому что все здания Отобрала власть советская Не было места Где они собирались бы И они встретились Собрались На могилы Дочери Веры В тот день Почти до утра Вся община Кто был там Они поклонялись И молились Это было горячее собрание Они славили Бога А потом общались И общались И общались Это была последняя встреча Ивана Ефимовича С церковью Потому что уже через неделю Его снова арестуют И отправят его В Мариинск Где Опять-таки Тройка Примет решение Его Расстрелять Третье качество Которое я хотел бы подметить Это Верность Господу Иисусу Христу В откровении мы читаем Не бойся Ничего Что тебе Надо будет Претерпеть Вот дьявол Будет вергать Из среды вас В темницу Чтобы искусить вас И вы будете Иметь скорбь Дней Десять Будь верен До смерти И дам тебе Венец жизни Я рос И у нас Часто были картины Такая красивая природа И сверху этот стих Будь верен До смерти Прямо в зале Такие картины Висели У христиан Будь верен Потому что Так Так получилось А мученики По другому Обычно Предлагалось Просто Очень Их могли Отпустить Предлагалось Им отказаться От их веры Просто Отрекись И все И пойдешь домой Просто скажи Что нет Ты не веришь Перестань Проповедовать Перестань Верить Своему Богу Ты опасный Элемент Все Время Другое Откажись Пойдешь К семье Пойдешь К детям Своим Дорога Наша Когда Глядываемся Назад Полита Кровью Мучеников Тертулиан Один из нас В церкви Сказал Кровь мучеников Это семя церкви Когда Я Езжу Время от времени В Норильск Когда я Думаю о том Как та земля Полита Кровью Сколько наших Братьев и сестер Там положили Свои жизни Это мученики Их имена Записаны В книге жизни В 115-й псалом Там сказано так Дорога В очах Господних Смерть Праведника Бог Знает Все это Наша жизнь Очень коротка И мы Вспоминаем О тех Мучениках Которые Прошли До нас Давайте встанем Я хочу Чтобы мы склонили Голово Свою в молитве В молитве Благодарности Мы сегодня Учимся У наших Отцов Мы учимся Той страсти По спасению Людей Мы учимся Слышать Голос Божий Быть послушным Божьему Призыву И мы Учимся Быть верными Быть верными До смерти Отец Небесный Спасибо тебе Господи Здесь Сегодня Когда весь Славянский Мир Христианский Мир Евангельский Вспоминает Ивана Ефимовича Господи Мы здесь В Сибири В Новосибирске Господь Молимся Тебе Мы благодарны За таких Мужей Божьих